В России миллионы пенсионеров, которые содержат свои садовые участки для выращивания овощей и фруктов. С возрастом ухаживать за землей становится все сложнее. Тогда пожилые люди прибегают к помощи садовников по найму, так называемых внуков. Кто регулирует эти трудовые отношения? Как эти садовники справляются со своими обязанностями? И что делать, если ваш внучок оказался внучертом? Попробуем разобраться вместе. На хера камеру взялся бы? Переоделся бы, помог лучше. Плодородная почва, шикарный сад, свежие овощи. Сука, ты будешь помогать? Не плодородная почва, немного усад, не свежий овощ. Это Владимир, профессиональный внук. Около 20 лет он каждые каникулы приезжает сюда на сезонные работы. Владимир, скажите, почему вы приезжаете в деревню? Ну, мне нравится в деревне. Все домашнее. Ну, то, что вы домашнее любите, мы знаем. Мы видели историю вашего браузера. Может, какие-то еще причины? Че? Владимир считается одним из лучших помощников бабушек в мировом топ-чарте. Помощников бабушек Владимир занимает почетное третье место, уступая лишь мастодонтам индустрии. Слушай, ты мастодонт. Ты работать будешь сегодня? Владимир – огородный профи. Парень выполняет на участке огромный объем работ. Владимир, скажите, а вы здесь много сделали самостоятельно? Ну, да. И вот эту оградку шикарную? Не, оградку это человека нанимали. То есть у парикмахера, да? Сбалашник. Среди внуков, помогающих бабушкам на земельных участках, Владимир считается эталоном. Как говорит сам Владимир, когда из шланга воду лью я посейдон, когда я в огороде на посевной я пусибой. Че, ебала, какой пусибой, блядь, на посевной. Владимир, как опытный внук, провел экскурсию по участку для нашей съемочной группы. Вон там, смотри, редиска растет. Там, правда, нихера нету. Я бы там засадил бы. Владимир рассказал о своих сексуальных огородных фантазиях и приступил к рампу. Ты че нахуй, мразь? Какие, блядь, нахуй сексуальные фантазии? По нашей информации, с раннего детства Владимир нервничает, когда работает у бабушки в огороде. Как нам удалось выяснить, парень даже потерял волосы на почве этого огорода. Сейчас ебальник на фоне этого огорода потеряешь. Однако сейчас потеря волос не печалит парня, ведь у него появилась возможность на этом заработать. Дело в том, что авторские права на историю его жизни планируют купить создателей клипа на песню «Вот как-то так» и никак иначе. Слезы на щеках, че ты, дура, плачешь? Че ты, дура, нахуй? Ты сейчас заплачешь, блядь? Конченый, сука. По оценкам экспертов, Владимир один из лучших среди внуков-садовников. Для того, чтобы выяснить, так ли это на самом деле, наша съемочная группа установила скрытую камеру, чтобы проверить, как Владимир работает, когда его никто не видит. Спустя буквально две минуты Владимир на наших глазах начал обкрадывать собственную бабушку. Смотри, что делает. Он малину ест. Так, все, пошли. Пойдем сейчас. Наша съемочная группа тут же отправилась на место для того, чтобы поймать преступника за руку. Так, Владимир, что вы делаете? Малину хаваю. Это ложь. Мы зафиксировали, как вы ели малину. Все это время в этих кустах была скрытая камера. Это, блядь... Владимир ушел от нашей съемочной группы в специально организованный на бабушкиной территории его личный кабинет. Какой, блядь, кабинет съебываешь? Сука. Для того, чтобы выяснить, чем Владимир занимается в личном кабинете, мы запросили запись экрана его смартфона. Мы внимательно проследили его действия в приложениях, и нам удалось узнать о тайном пристрастии. Как оказалось, в личном кабинете Владимир тайно добывает новые скины в CSGO при помощи сервиса GoCases. Суть проста. Нужно выполнять задания и получать за это скины в CSGO, которые можно вывести без логина. Какой, блядь, промокод, сука? Используйте промокод, выполняйте задания и с легкостью выводите скины в Steam без логина. Какой, блядь, сука? Владимир вернулся на участок для того, чтобы завершить работы, однако нашу съемочную группу он больше видеть не хотел. Мы решили остановить показ сюжета для того, чтобы изучить растение, которым в нас запустил Владимир. Как нам удалось выяснить, это был кардус, или в простонародье чертополох. Значение этого слова переводится как «пугающий чертей». А значит, Владимир не специально кинул в нас растение, оно его просто напугало. Ты что, гонишь? Какие чертополохи? Нахуй ты его домой притащил? И вот наступил момент оплаты работы Владимира. За его труд на его счет упала кругленькая тарелка с борщом. Служил и чего отличать некоторым? Вот ты снимал, блядь, вот ты снимаешь. Как оказалось, Владимир работает за еду и делает вид, что счастлив. Наша съемочная группа решила выяснить истинные причины такого поведения. Для того, чтобы найти улики, мы изучили квартиру бабушки. Как нам удалось выяснить, на протяжении всей жизни Владимира на него собирался компромат. В так называемых фотоальбомах накопилось огромное количество фотографий, большинство из которых сделаны в детстве. Стало понятно, почему Владимир постоянно работает у бабушки в огороде. Дело в том, что в своих фотоальбомах она хранит огромное количество компромата на него. Среди детских снимков есть те, на которых Владимир голый. На многих других дела обстоят гораздо хуже. Видимо, Владимир не хочет, чтобы эти фото обнародовали. Наша съемочная группа относится к этому желанию с пониманием. По нашей информации, миллионы бабушек по всей России собирают подобный компромат на своих внуков. Для того, чтобы потом, под угрозой распространения, заставлять их работать. Нам удалось связаться с одним из российских внуков, который однажды отказался от такой работы. Парень рассказал нам о последствиях, но попросил не раскрывать его личность. Однажды я отказался помогать в огороде. Я не думал, что что-то произойдет, но в следующий день компромат на меня был в интернете. Особо продвинутые бабушки, помимо фототехники, в сборе компромата используют и видеосъемку. Изучив материалы, собранные бабушкой на Владимира, мы обнаружили, что с раннего детства каждый его неверный шаг фиксировался на камеру. Фиксировалось все, каждое падение, каждый неудачный костюм, неудачный танец, период жизни в коробке, участие в закрытой пенной вечеринке. И даже эксклюзивные кадры первой встречи Владимира с нашей съемочной группой. На этих кадрах видно, наш корреспондент при первой же встрече с Владимиром обнаружил молочные рога. После попытался отсмотреть отснятое видео. В этот момент Владимир впервые выразил свое недовольство. Подводя итог нашего расследования, стало понятно, Владимир не просто так работает за еду. Парень лишь очередная жертва видео и фото бабулинга. Итогом дня в деревне становится баня. Владимир, как профессиональный банщик, приступил к подготовке. Да ебал комментировать. Помоги нахуй дрова собрать. Наша съемочная группа с радостью согласилась помочь Владимиру. Владимир не случайно готовит дрова именно сейчас. Дело в его мышечной памяти. Каждый день в 9 вечера его руки должны держаться за сучок. Что, блин? Скал нахуй. В процессе подготовки банных принадлежностей Владимир использует тактику доширака. Сейчас минутки три запариться и заебись. Средняя температура в бане 70-80 градусов по Цельсию. Или, как говорит Владимир, комнатная. На Руси считалось, что баня очищает человека не только физически, но и духовно. Также с древних времен было поверье, что она изгоняет злых духов. Ай, блядь! На наших глазах баня начала по-настоящему изгонять Владимира. Цепочку нахуй забыл снять, блядь. Хорошо пропарившись, Владимир перешел к важнейшей банной процедуре. Сука, по кайфу. Эти кривя как это. С нуля начал. В планах у Владимира добиться высот в деревенском алкоголизме. Именно поэтому парень вкладывает душу в каждый глоток. Владимир пока только начинающий сельский алкаш. Но с большими амбициями парень мечтает, как и его кумиры. Попасть к Гордону на передачу мужское-женское и стать одним из деревенских бухарей-селебрити. Владимир уже представлял, как это будет по результатам трех-полтора пива. Он будет ждать результаты ДНК-теста в студии на федеральном канале. Владимир планировал зайти в студию с драки, так же, как и его кумиры. Вячеслав, завтра я иду на огород, а Владимир продолжает идти через похмелье к звездам специально для России 23.